Театр Сегодня пространство сценического искусства все больше и больше съеживается, оно все больше и больше зависит от виртуального мира, а в виртуальном мире понятие времени и места совсем другое. Единство обстоятельств места и действия возможно только в театре. Участники конференции активно знакомились с театральной жизнью столицы Азербайджана. В частности, их высокой оценке удостоился спектакль, который поставил Азербайджан Айматов, названный «Шах Каджар». Спектакль идет на сцене Государственного академического национального драматического театра. Прежде всего, вес театра заключен в том, чтобы найти со зрителем общий язык. Мы показываем в интернет-свые спектакли, но когда человек со сцены смотрит тебе в глаза, это самое дорогое. Само название конференции «Место театрального искусства в системе универсальных ценностей мультикультурализма» показывает, что тема как универсальных, так и национальных ценностей сегодня актуальна для многих театральных традиций, говорит Эвет Харди, гость форума из Южной Африки. Сегодня я вижу тенденции, которые меня не могут не беспокоить. Мы наблюдаем рост правых настроений, мы замечаем, что усиливается ксенофобия. Поэтому существенно обратить внимание на молодых людей, на юношество, на детей, которым нужно объяснять важность и равноправие всех культурных ценностей и разного опыта. Трагическая история Лейли и Минджнуна оказала значительное влияние на культуры Среднего Востока и Закавказья. В 12 веке классик азербайджанской поэзии Низамиген Живи на основе этой истории написал собственную поэму, ставшую одной из частей его знаменитого цикла. Театр – это не только академическое искусство, это еще и то, что называется андеграундом. Андеграундный театр не может, не в состоянии субсидировать самого себя, потому что люди не стремятся попасть в андеграундный театр, и поэтому они остаются без ничего, поэтому закрываются. Все зависит от власти. Власть распределяет деньги и субсидирует те театры, которые ей нравятся. И театры должны быть в согласии с политикой и правительством. Театр больше, чем развлечения. Театральные деятели стремятся идти поверх барьеров политкорректности. Они хотят давать пищу для размышлений, пробуждать дискуссии на тему острых политических проблем. И это вызов для драматургов. Все сюжеты уже известны. Сегодня я ищу темы там, среди кого я живу и для кого я пишу. Я встречаюсь с людьми, я с ними разговариваю, я изменяю какие-то фабулы, разворачиваю события так, чтобы они казались бы вымышленными. И я еще ищу темы, о которых люди не хотят упоминать или говорить. Театр не может оставаться в стороне от экономических проблем. На его бюджет влияет кризис. Поэтому Конгресс и столь важен, что он дает возможность найти поддержку среди коллег, найти из намышленников, тех, кому близки идеи о том, каким должен быть театр 21-го или 22-го века. В общей сложности на конференции за два дня выступили более 40 ораторов. Марафон, в котором превалировал свободный обмен мнений, а не строгое исследование тематической структуре. Участники делились своим опытом, своими переживаниями, знаниями, и это было очень интересно. К счастью, театр жив и еще живее, чем конференция о театре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова